Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, 13 мая, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 31 по 42. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. Речи Господь к веровавшим Ему и уделам, ащи вы пребудете во словеси Моем, воистину ученицы Мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Отвещавши же и реши Ему, семя врамлись мы, и никому же работах умникали же, како ты глаголишь и яко свободни будете. Отвещаем Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому вовек, сын пребывает вовек. Ащуба, сын, высвободит воистину, свободни будете. Вем, яко семя врамлись те, но ищите меня убите, яко слово Мое не вмещается в вы. Аз ежевидиху отца моего глаголю, и вы уба ежевидести у отца вашего творите. Отвещавши же и реши Ему, Отец наш Авраам есть, глагола им Иисус. Ащича до Авраамля бысти были, дела Авраамля бысти творили. Ныне же ищите меня убите, человека и же истину вам в глаголах, и уже слышах от Бога. Сего Авраам несть сотворил, вы творите и дела отца вашего. Реши же Ему, мы от любодеяния не смы рождений, единого отца им, а мы Бога. Речи же Ему Иисус, ащи Бог Отец ваш бы был, любили бысти уба мене, аз бы от Бога издох и придох. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Сказали Ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали Ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня». Продолжая свою речку, веровавшим в Него иудеям, Господь призывает их быть Его учениками и пребывать в истине. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Недостаточно, если они будут выражать только согласие с Его учением. Нужно всю свою жизнь и мышление направить по указанному Христом пути. Нужно, чтобы они познали истину, возвещаемую Христом во всем ее объеме, лишь тогда они действительно будут свободны. Александр Павлович Лопухин пишет, «Христос говорит здесь о свободе от гибельного влияния, которое оказывали на иудеев аравины фарисеи. Такая свобода могла быть приобретена только через твердое и самостоятельное усвоение и через опытное исследование, возвещенное Христом истины». Но национальная гордость взяла верх среди слушающих Спасителя, и они ответили, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными». При этом они будто бы забыли о египетском, вавилонском и римском рабстве. Но Господь не обличает их во лжи, чтобы они поняли, что речь идет не о человеческом рабстве, а о духовном, Спаситель говорит, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Преданный же греху не может оставаться в Царстве Мессии, где существует полная духовная свобода, и где все осознают себя детьми своего Небесного Отца». А потому Христос добавляет, «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». И действительно, господин, недовольный рабом, может продать его или отослать от себя. Это положение раба противоположно положению сына, который, как наследник всего дома, не может быть продан или изгнан, а остается сыном навсегда. Архиепископ Аверкий Таушев замечает, что этими словами Христос как бы говорит, «Как творящий грех, вы рабы греха, и можете получить истинную свободу и стать сынами Божьими только в том случае, если уверуете в единородного сына Божия, пребудете в слове Его, и Он освободит вас от рабства греху». Таким образом, своими словами Господь желает донести до них мысль о том, что духовное рабство является самым тяжелым, а избавить от него может лишь один Бог. Далее, не отрицая происхождение иудеев от Авраама, Христос не признает их истинными чадами Авраама по духу, ибо они ищут убить его только потому, что его учение не находит в их душах условий для своего утверждения. Спаситель говорит им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. И этими словами Господь побуждает их к исправлению, ведь Авраам прославился своим человеколюбием и благочестием. Он веровал Богу, а они упорствуют в неверии. И, конечно, Авраам никогда не желал бы убить невинного человека, стремящегося донести истину. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, часто он говорит здесь об их преступном намерении и упоминает об Аврааме. И это для того, чтобы уничтожить излишнее их тщеславие и убедить полагать надежду спасения уже не на Авраама и не на родство по естеству, но на родство по душевному расположению. То именно и служило для них препятствием приступить ко Христу, что они почитали это родство достаточным для своего спасения. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Бог послал Сына Своего Единородного в мир с тем, чтобы всякий, кто искренне называет Бога своим Отцом, принял Сына Его. Принять Христа – значит соблюдать Его заповеди и жить по закону взаимной любви, заповеданному нам, Спасителем. То есть сделать выбор в пользу добра, делая шаг к истинной свободе. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!